О своей поездке в Крым депутат парламента Ирина Карамушкина похвастала в соцсетях. Разбестила фото, где она стоит возле монумента участником Ялтинской конференции 1945 года. Поразмышляв о фашизме, парламентарий свой пост закончил атак. Кыргызские депутаты побывали в Крыму, так что Крым и наш. За это администраторы соцсети Facebook ее наказали. Мне даже сайт заблокировали, скорее всего, по этому аккаунт, вернее. Общественностью публикации не понравилось, дескать, негоже депутату так выражаться. Да и вообще, лицу, представляющему целый народ, и вовсе ехать туда не стоило. Хотя сама Карамушкина сказала, что поездка была частной и связывать ее с политикой не следует. Позже стало известно, что ездила она не одна, а в компании сопартийца Марата Аманкулова. Это была частная поездка в данный Крым. Никого политической подоплюки здесь нет. Кроме того, были такие обычные частные встречи с населением. Была встреча очень интересная с духовенством мусульман Крыма. Мы не работали с какой-то подготовленной группой граждан. То есть мы выходили на улицы, на базары, на набережные. И, в принципе, все граждане, их воля, их желание, вот то, что они живут, наконец-то, в одной семье, их это очень радует. Но больше всего визит не понравился послу Украины в Кыргызстане. Николай Дорошенко обвинил народа избранников в нарушении порядка въезда в Крым. Все иностранцы обязаны попадать на полуостров не через российские, а украинские КПП. Крым, считает посол, по-прежнему является территорией Украины. Между Украиной и Кыргызстаном подписан договор о дружбе и сотрудничестве. Договор подписан еще в 1996 году. Он артифицирован, это действующий базовый документ, который определяет уровень наших отношений, доверия и сотрудничества. В статье 4 и статье 8 этого договора говорится о том, что стороны не будут, будут уважать, в первую очередь, будут уважать территориальную целостность каждого государства. Объяснение депутатов о том, что поездка была ознакомительной, Дорошенко не убедили. Посольство направило ноту протеста в МИД Кыргызстана и допускает, что кыргызские парламентарии могут быть привлечены украинскими спецслужбами к ответственности, уголовной или административной. Не бывает оправданий тем действиям, которые делает политик. Он был в статусе депутата Жугор Кукенеш. Он не был в отпуске, он был на работе, он нарушил существующие законы. И независимо от того, в отпуске он или на работе, он должен соблюдать украинское законодательство. Впрочем, сами депутаты в долгу не остались. На выпады посла они ответили своими. Посол понапридумывал, чтобы привлечь к себе внимание и к этой проблеме. Он сам из этого сделал проблему. Наверное, ему это выгодно перед кем-то отчитываться и играть. Потому что какая разница, откуда я заеду. Это не посла Украины мне диктовать. Воздухом я прилечу на воздушном шаре или морским путем. Понимаете, какая разница. Я не чувствую, что я нарушил какой-то закон или принес какой-то урон какой-либо стороне. Не хочу сейчас углубляться в дебри международного права. Пускай они сами определятся, сами решают. Это был частный визит. Я не жалею о том, что я съездил туда. Но я не вижу смысла дальше продолжения этой истории. Чем закончится эта история, неизвестно. Но кыргызстанские политики извиняться перед украинской стороной пока явно не собираются. В Министерстве иностранных дел Кыргызстана тоже набрали в рот воды. Комментировать скандал там наотрез отказались. Шавкат Тургаев, Азат Натымаков. Настоящее время. Бишкек. Кыргызстан. Продолжение следует. Субтитры подогнали Симон.